Все жители поселка Ешельдах собрались, чтобы встретиться с депутатом Госдумы Русланом Бальбеком. В течение месяца это уже третий визит парламентария. За это время в микрорайоне произошло много изменений. Установились 17 фонарей, появились указатели с наименованием улиц и вывоз мусора теперь осуществляется регулярно. Да, потихонечку работа мы видим делается. Установили нам мусорные баки, то есть более-менее уже вывозится мусор. То есть постучали, нас услышали. Воду привозят на двух автомобилях. Скоро на маршрут выйдет новая 10-тонная машина. Ее специально приобрели для Симферопольского района. Для местных жителей обещают разработать удобный график подвоза воды. У людей будет вот этот график чудодейственный, который вызывает там противоречия, чтобы у людей были ответственные, то есть кому звонить с Крымводы, кому звонить с администрации, кому звонить с Госкомнация. Маршрут общественного транспорта номер 91 продлен до верхних фонтанов. А в течение двух недель подцепят дороги. Так автобусы смогут доезжать до микрорайона. Также здесь установят остановку. Кроме того, остались вопросы, к которым мы будем фундаментально подходить. И буквально к следующей нашей встрече мы уже готовы будем доложить то, как составлены дорожные карты по улучшению климата в целом. И, конечно же, обустроиться данным микрорайоном, чтобы у людей никогда не складывалось впечатление о том, что они оторваны от реальной жизни и кто-то про них забыл. В следующем году КрымГазсети подготовит проект на светную документацию газификации. В 2021-м голубое топливо проведут в 20 домов. К микрорайону планируют подвезти и центральное водоснабжение. В течение буквально недели будет дорожная карта и по водообеспечению, по строительству дорог, то есть дороги с твердым покрытием. И также одна улица осталась без освещения. То есть, получается, люди с момента основания массива, с 93-го года, находились без света. И также договорились, в течение недели будет дорожная карта для людей, понимание того, как и когда люди получат электроэнергию в свои дома. Следующая рабочая встреча по этим вопросам пройдет в Госкомнации, где уже рассмотрят готовые дорожные карты. Их решение Руслан Бальбек держит на личном контроле.